Ну что, доброе утро, если оно, конечно, доброе, поскольку запись у нас идет в утреннее время. Я не скажу, что я как-то очень системно готов к этой лекции. Скорее, это замечание на полях тетрадки, которую мы с Дмитрием вели и с Иваном тоже в течение предыдущих полутора лет, разговаривая о демократии и федерализме. И, наверное, я просто сделаю ряд таких для себя важных замечаний, которые у меня в моей голове внутренне логически связаны, а не обязательно, конечно, внешне это покажется таким же связанным для остальных. Но я надеюсь, что, отвечая на вопросы, какие-то позиции проясню. Ну вот, начиная этот разговор, который, условно говоря, о культуре демократии и федерализме, я хотел бы сделать маленькую заставку, которая состоит в том, что у меня разногласия с российской властью, как у Синявского, носят преимущественно стилистический характер. Я бы сказал, эстетический. То есть, если взять те базовые постулаты, которые составляют сегодня официальную идеологему, то если не вдаваться в детали, в их раскрас, то я бы даже сказал, что многие из них мне совершенно понятны и даже не чужды. Ну, возьмем там идеологему русского мира. Но она не вызывает у меня вот антипатии, там, до дрожи душевной, там, расчесывание груди, крики, нет-нет-нет, нам этого не нужно. Это нормально, это работающая идея. Русский мир так же, как и англосаксонский мир, но там, не знаю, существует французский мир, там, польский мир, естественно, украинский мир. Почему нет? То есть, это нормальная работающая идея, мы все принадлежим к какой-то культуре, и, собственно, являясь ее частью, мы не можем не стремиться к тому, чтобы эта культура совершала какую-то экспансию. То есть, некая такая подсознательная, встроенная забота о благополучии той культурной среды, частью которой мы являемся, и, соответственно, стремление к тому, чтобы она развивалась, расширялась, это нормально. И в этом отношении сама по себе философия русского мира, она не выглядит для меня чем-то страшным. Вопрос в другом, что, как говорится, что такое русский мир, каждый понимает по-своему, и что русский мир – это не сборище архивных уротов, а его экспансия – это не военная агрессия. И вот здесь, как бы, мы просто по-разному понимаем, что такое русский мир. И дальше, ну, вот, кафеи там идти. Россия как отдельная цивилизация. Но в некотором смысле – да. То есть Россия действительно является довольно обособленной, ну, скажем, да, отличающейся своей спецификой культурой, выставленной вокруг собственной религиозной базы. И, собственно говоря, я и в молодости, и сейчас не видел концепции евразийства, ничего сверхтоксичного, если ее понимать по-человечески. Другой вопрос, что в какой связи и в каких отношениях эта особая цивилизация находится по отношению к другим цивилизационным платформам. То есть очень… Вот что такое Россия как особая цивилизация? Это замороженная патриархальность или это родственная европейская, сестринская, я бы сказал, цивилизация, которая развивалась все время в непосредственной связи с европейской цивилизацией, но неким таким параллельным курсом, и которая связана с ней. И это реальность, она действительно неотделима в своем понимании от европейской цивилизации, но при этом всегда шла немного параллельным путем. То есть, по сути, Россия – это некая другая Европа, которая, с одной стороны, движется очень схожим вектором, но, с другой стороны, этот маршрут отличается своими ухабами собственными. Возьмем критику либерализма, но она, так же, как и критика капитализма, она частично права. И либерализм тоже не является священной коровой, и это развивающееся некое учение. В том числе, если мы говорим о правах человека, то права человека никогда не являются самоцелью. То есть, в некотором смысле, права человека и концепция либерализма для меня – это всегда как раз условия развития того самого русского мира, о котором столько беспокойства. Просто без того, чтобы принять эту концепцию, этот русский мир развивать, защищать, модернизировать невозможно. Империя. Но я не являюсь тем человеком, который готов кричать, что имперскость России – это ужас, ужас, ужас. То есть, это часть нашей исторической реальности, это часть того пути, которого эта культура прошла, так же, как ее проходили и десятки других народов. То есть, вопрос, что многое из того, что Россия достигла, достигнуто в рамках имперской формы. Ругать ее за это, ну, это уже слишком поздно. Но как относиться к этой имперскости? То есть, если к ней относиться как к значимому экспонату в Кировеческом музее, то да, потому что действительно это значимая часть истории, ее надо изучать, надо делать выводы. Если отнестись к имперскости, то есть достать из этого как к современному пальто, то есть достать из этого краеведческого музея кафтан и выйти в нем на улицу и ходить там в пятерочку или там во звуку вкуса, как пугало огородное, это совершенно другое. То есть, что мы хотим? То есть, мы хотим понимать имперскость как наши корни, понимать, где и в какой степени, чем надо гордиться, что надо преодолевать и как выстраивать постимперские отношения с другими народами. Пытаться воспроизвести исторические формы, отжившие себя уже не вчера, а даже позавчера, это совершенно другое. То есть, здесь такой очень, если говорить серьезно, то мы оказываемся все время в такой очень сложной позиции, когда мы имеем в лице современных правящих элит России плохого ученика. То есть, мы все время общаемся с плохим учеником, таким поверхам хапайты, как, когда-либо, может быть, когда-нибудь в Украине раньше, который чего-то там нахватался в истории, набрался каких-то идей, извратил это все, сформулировал каким-то примитивным образом, соединил с таким вот элементарным стремлением, необходимостью выжить конкретно, соединил, так сказать, не с сердцем, с пищеварением, если следует Вольтеру, и в результате превратил идеологию в, ну, по сути, такой инструмент, скажем так, посттаталитарного подавления. А в действительности многие из этих идеологем, они, будучи очищены, вывернуты наизнанку, но они вполне, как бы, себе работают. Да вот, как бы, с таким, как бы, предисловием я бы хотел отнестись, посмотреть на такую простую вещь, как демократия. То есть ситуация, она достаточно интересна в том, что практически сейчас уже в открытом форме, ну, после 2020 года в России пропагандируется де-факто отказ от демократии. То есть уже нет попыток представить Россию как альтернативную демократию, или там особо одаренную демократию, там, суверенную, в какую угодно. Ну, просто об этом на самом официальном уровне молчат, а на полуофициальном уровне, собственно, принята уже концепция о том, что демократия – это не про нас. То есть мы нормальное, вождиское, корпоративное государство, нам это ни к чему. Потому что власть народа – это, в общем, не наш идеал. У нас для выражения массового, ну, как бы, чувств, мнения, чаяния народа есть вождь, который является, ну, неким абстрактным сакральным воплощением народа, и поэтому это выполняет достаточно, и участие народа в этом процессе представляется абсолютно излишне. Но самое смешное также, как и со всем предисловием, в том, что в некотором смысле я, наверное, разделю критику демократии в той части, в которой демократия понимается как власть народа. Я считаю, что эта формула, она частично, ну, в том числе, помогла бы заблудиться в 90-е годы в тех соснах, которые мы приняли за лес. И если мне, ну, надо было бы отставить сейчас формулу о том, что демократия – это народовласть, но, наверное, я бы с этой задачей не справился. Мы получили эту формулу непонятно от кого, потому что я ее генезис себе достаточно трудно представляю. Ну, в общем, я ее получил уже из советских мифологем, и понятно, что она абсолютно является неработающей, но в 90-е годы ее на словах, а главное психологически, их все и пытались воплотить в жизнь. Любая попытка воплощения в жизни утопия, она всегда заканчивается реальной победой в жизни, в деспотии. И, в общем, это и произошло. То есть одним из очень многих, ну, таких, галактиологических, я бы сказал, корешков ныне существующего положения и существующего режима, и револитаризации, и всего остального, то, что сейчас происходит, является в том числе вот это вот примитивное, извращенное представление о демократии. То есть понимали демократию как власть народа, пытались соорудить конструкцию, что это действительно как бы как власть народа. Естественно, поскольку утопия провалились, естественно, образовалась пустота. Да, естественно, эту пустоту заняла дикое мясо политическое. И это дикое мясо политическое, в конечном счете, оформилось в культуру политического беспредела, который эволюционировал в голый радикальный милитаризм. И, в общем, мы имеем то, что имеем. Потому что, с моей точки зрения, на самом деле демократия это есть не что иное, и вот что иное, что мы должны были пытаться построить для того, чтобы не допустить этого вакуума. И, наверное, как бы такая базовая идея, которую я сейчас вижу, и, видимо, базовая ошибка состоит в том, что в общем и целом тут все очень просто. это, что демократия – это строй, в который предустановлена конкуренция. То есть это вот не про народ, это все-таки про элиты, и это про то, как организована элита внутри себя. Демократия – это такой способ организации элиты, при котором существует институциализированная конкуренция и предотвращается возможность одной элитарной группе установить монополию на власть. При этом я бы сказал, что единственное отличие демократии от такой вот, скажем, олигархии в чистом виде является то, что в условиях этой конкуренции встроено то, что народ является арбитром вот в этой в этих многосторонних шахматах, в этой игре элитах. По крайней мере, для меня это та единственная модель, к которой можно стремиться, и при этом обе крайности и попытка действительно передать утопическую власть под контроль народа и попытка полностью исключить народ из правил игры являются ошибочными. То есть некая модель, которая реалистична, к которой надо стремиться, это институциализированная конкуренция элитных групп при наличии у народа права быть арбитром в этой игре. Это та модель демократии, которая, мне кажется, может быть работающей. Дальше становится понятно, что если мы так и относимся к демократии, то она может отличаться огромной степенью вариативности, в зависимости от того, в какой культурной среде мы пытаемся вот эти вот конкурентные принципы политические установить. То есть отпадает вопрос о том, что есть какая-то одна модель, одна формула, один механизм о демократии, которая существует как золотой стандарт, например. То есть становится понятно, что если мы имеем, смотри, там, пункт первый, специфическую культурную среду, назовем ее русским миром, то, соответственно, внутри этой среды может быть совершенно такая, ни на что не похожая вполне себе модель демократии, которая подогнана под свои, там, специфические, в чем-то уникальные, в чем-то нет условия. И единственное, чему эта специфическая модель должна отвечать, она должна работать. А работать она будет только в том случае, если она обеспечивает постоянную конкуренцию разных элитных групп, борьбует между собой, тем самым является таким двигателем внутреннего сгорания для общества, таким движком развития. А как она это достигает? Это уже вопрос творчества и творческого отношения к этому делу. То есть надо быть готовым к тому, что для России понятие демократии обладает очень большой гибкостью, то есть она необходима, но она может выглядеть совершенно в странных формах и потребуются какие-то решения, которых, возможно, мы встречаем в других ситуациях крайне редко, а может быть, вообще нигде и не встречаем. И вот расскажяя о том, что может обеспечить вот такую вот демократию, демократию как институциализированную конкуренцию, я, в общем, возвращаюсь как бы к стратегической теме всех этих лекций последнего года. И я понимаю, что единственное, что это может сделать, это все-таки децентрализация политической жизни в России. То есть некий процесс, который мы называем федерализацией. Это такой очень интересный момент, потому что на самом деле федерализация, децентрализация еще надо как-то связать. Мы по инерции говорим федерализация, понимаем децентрализация, и говорим децентрализация, понимаем федерализация. Но, по сути, это то, что еще надо доказать, и то, что надо логическими связками связать друг с другом. Но для меня, я не буду повторяться о том, о чем я говорила раньше, я скажу только тезисно, понятно, что для страны таких масштабов, как Россия, чисто по технологическим причинам, сохранение единой, центральной такой, внутренней, неразделенной по горизонтали власти, оно не может дать никакой другой политической формулы, кроме деспотического режима, который мы сегодня имеем. То есть это практически невозможно, потому что такая область, она предполагает иерархию бюрократии, и эта иерархия бюрократии может быть работающая только при условии деспотического ее управления. И, соответственно, вот эта вот федерализация и децентрализация является некой главной в стратегическом плане исторической задачей, которую нужно решить для того, чтобы обеспечить саму теоретическую возможность демократии как институционализированной конкуренции. То есть тут два варианта. Или мы считаем, что мы, может быть, будем продолжать жить так, как мы живем, то есть мы будем продолжать жить в том формате, который является исторически традиционным для России и который сейчас в наиболее декадентской своей критической форме возобладал. И тогда все разговоры о каких-либо изменениях – это просто потеря времени. И мы говорим, что мы хотим выстроить альтернативную модель, то есть альтернативная модель, демократическая, но вот именно в смысле встроенная в нее конкуренция, а для того, чтобы эта модель работала, необходимо провести федерализацию в смысле децентрализации центральной власти. И вот при этом переходе мы, значит, упираемся в вопрос в том, что именно может означать эта федерализация, децентрализация для нас сегодня. И здесь есть некий момент, о котором я раньше не говорил, вот это к вопросу о заметках на полях и которые сейчас нужно добавить. Причем при том, как только мы сваливаемся в тему федерализации, децентрализации, мы сваливаемся в тему полномочий центра и регионов. У нас сразу возникает огромный ассоциативный ряд, назовем вот это так, вопросов о том, насколько самостоятельны у нас регионы, сколько у них полномочий, какие дела можно и нужно считать местными, насколько они самодеятельны, насколько под этой самодеятельностью есть собственная экономическая база и, соответственно, вот как они, как самодеятельные субъекты, строят свои отношения с центром и государством как единым целым. И, в общем-то, в этой как раз плоскости идет попытка разрулить вот эту вот тему федерализации, сказать, что вот мы должны вот совершенно там по-новому разделить полномочия, вернуться к тому, что дать право там регионам, под это право подвести, соответственно, экономическую базу, под экономическую базу подвести правовую базу, чтобы кто-то не мог отобрать и вот строить как бы такую модель. Мы все время вот в это сваливаемся и дальше понимаем, что это какая-то такая болотная трясина, где как бы все время нету дна, потому что невозможно нащупать. Все это можно разделить. В конечном счете непонятно, как это можно гарантировать, как это… то есть непонятно сразу две вещи, как это может работать, как это может гарантировать, как сделать так, чтобы это… то, что дали… то, что один дал, другой или даже тот же самый не смог потом забрать, и в общем, мы в этом тонем. Мысль, которая ко мне пришла в голову, состоит в том, что это вообще разная тема. что вот в этом разница… в этом начинается расхождение как бы децентрализации темы и федерализации. Потому что тема децентрализации оказывается шире. И вот все то, что я обозначил, оно напрямую к теме федерализации отношения не имеет. А это все имеет к теме развития самоуправления, самоуправления регионов. То есть это совершенно отдельная тема о том, как обеспечивается самоуправление регионов, о том, сколько у них полномочий, как они этим полномочиями распоряжаются, какая экономическая база у этих, их функций по распоряжениям, и как эта база в конечном счете правым образом гарантируется. Все то, что я назвал, на самом деле укладывается в тематику самоуправления, которую надо развивать. Это самоуправление Катарстана или самоуправление Брянской области или самоуправление Петербурга или самоуправление Москвы. Это неважно. То есть везде будет тема, везде это будет вопрос о самоуправлении. И, в общем, тут федерализмом не пахнет. Для этого вообще не нужно поднимать тему федерализма, собственно говоря. Потому что можно было бы вообще исключить термин федерализм как ненужный и решать все эти проблемы в рамках самоуправления. Это абсолютно закрывается и должно закрываться этим термином. У нас будет соответствующий уровень желаемого самоуправления республики Мариэлл, условно говоря, существующей, или Псковской области. И мы его должны укреплять. Это все надо укрепить законным, соответствующим уставом. Где здесь федерализм? Федерализм не про это. Федерализм – это не про то, как ты распоряжаешься полномочиями, которые за тобой закреплены на своей территории. Федерализм – это немного про другое. Это про формат долевого твоего участия в управлении общим. Здесь это очень важный момент, на котором я хотел бы сконцентрироваться, чтобы вы его поняли. То есть, у нас получается две темы. То есть, у нас есть регионы. Регионы. Я не буду называть субъектами федерации, чтобы не путаться. Потому что в этом, у нас когда регионы назвали субъектами федерации, вот в этом уже произошла путинец. А не просто регионы. На этих регионах живет некое компактное население, где есть уже какая-то внутренняя связь, есть своя часть из этих регионов, имеют еще дополнительную фишку. Они являются местами традиционного проживания определенных этнических групп и ассоциируются с этими группами. Где-то этих групп являются. Большинством населения, где-то меньшинством, но территория все равно ассоциируется с ними. То есть, там есть еще отдельный ракурс. Есть некие территории, называем их естественно сложившиеся территориальные образования. Естественно, такие территориальные образования. Исторические сложившиеся территориальные образования, которых у нас много. На этих, естественно, строительных образованиях живут какие-то большие группы людей, которые там уже исторические, у них административная какая-то общность, экономическая какая-то обособность, небольшая общность каких-то интересов, исторически сформированные элиты, какая-то субкультура. Вот все эти образования. У них есть по определению местные интересы и местные дела. Сегодня сфера этих местных интересов, местных дел, она находится под давлением. Она как бы сужается. Центральная власть вмешивается во все, что можно вмешиваться, изымает из этих регионов деньги, практически сузило до минимум-миниморум возможности людей, проживающих в этих естественных территориальных образованиях, самостоятельно формировать свою политическую, административную элиту. Нет выборов и так далее. Это все задача, которая должна быть решена обязательно к отдельным условиям путем взрывного развития вот этого самого местного самоуправления, закрепления прав на самостоятельное решение местных вопросов, создавательное развития вот этих естественных территориальных образований. Это одна тема. А вот вторая тема, что поскольку эти естественные территориальные образования, они же не сами по себе существуют, они являются частью целого. И у этого целого есть некий субъект, центральная власть, который является воплощением таким зримым этой цельности, она в ином виде-то не существует. То у этих вот субъектов должно быть право на долевое участие, на долевое участие в функционировании этого целого. Вот сегодня это право, оно есть вот в таком совершенно усеченном виде, там какие-то непонятные представители заседания в Совете Федерации, которые при этом по сути назначаются тоже центральной властью, то есть есть какой-то ублюдочный непонятный двухпалатный псевдопарламент, вроде как бы какие-то выборы идут по регионам. Вот реконструкция и кардинальное изменение вот этого представительского регионального внутрифедеральной власти, резкое укрепление, извините, правдольщиков политических внутрифедеральной власти, вот для меня это и является процессом федерализации. То есть федерализация – это не про местные дела и укрепление совостоятельности местных дел. Это сходный процесс, но это отдельно. Федерализация – это про то, как устроена федеральная власть, как устроена ее представительство, как производится децентрализация вот на уровне, собственно, устройства центральной власти. То есть у нас есть два процесса. То есть децентрализация с точки зрения повышения прав естественных и территориальных образований, и это решается через войти самоуправления и, собственно, еще децентрализация в центральной власти. Децентрализация того, что, собственно говоря, является единственным воплощением этой общности. У нас эта проблема, вот эта децентрализация центральной власти, она решается обычно через концепцию разделения властей, которая вот со времен Локом, Монтес-Кьё и всех остальных мыслителей, она видится как трехзвездная. То есть все понимают, что этого монстра надо делить. То есть это понимают все уже много сотен лет. Соответственно, говорят, что оно может работать только если оно разделено вертикально, как торт режут, вот раз, два, три. Как минимум разделить его на исполнительную, на судебную и на законодательную власть. Но вот в этом смысле единственная модель, на которую нам действительно стоит ориентироваться, здесь является американская. Жизнь показывает, что когда ты имеешь дело вот с таким огромным государством, то есть такой большой территорией, растянутся коммуникацией, в общем, таким разнообразием как бы в местной жизни, вот этого, этой нарезки торта по вертикали на раз, два, три кусочка, ее недостаточно. И, соответственно, надо еще торт разрезать вот по слоям, один раз хотя бы. То есть федерализация – это, по сути, процесс добавления четвертого измерения в концепцию разделения властей. И речь идет именно о разделении центральной власти. То есть вот это вот четвертое измерение, мы говорим, что должно добавляться территориальное деление. То есть вот в этой системе сдержек и противовесов должен добавиться еще мощнейший пласт сдержек и противовесов, в котором участвует территориальное образование. Готов, буду ответить на вопросы, не хочу на этом долго топтаться, но вот хочу просто закрепить вот эту разницу подхода. Дальше возникает вот такая, ну, по сути, какое-то время казалось мне неразрешимой проблема. То есть когда мы начинаем говорить о вот этой вот четвертом измерении, вот этой горизонтальной нарезке центральной власти, что она должна быть разделена не только на законодательную, исполнительную, судебную, но она центральная власть. Она центральная власть должна быть еще поделена на какие-то вот территориальные куски. Тут возникает некая проблема. Если мы под этими кусками подразумеваем вот эти вот самые естественные территориальные образования, какое-то там в России, в районе 80, оно там количество сейчас двигается, потому что естественно идет процесс сейчас их слияния, то есть много идет разговора о том, что какие-то куски надо сливать, ну, где-то около 80. И они все принципиально между собой разные по своему экономическому положению, по развитости, в том числе, там, интеллектуальных ресурсов. Ну, то есть они настолько разные, что если представить, что они на практике, вот поделите эту центральную власть там внутри на эти 80 кусков, ну, это не работающая модель. Потому что для выполнения вот этих функций своего долевого участия эти образования, они, а, очень мелкие, б, очень разные, это не работает. Это, кстати, одна из причин, по которой никогда федеративная модель на практике в России не работала. Она на практике не работала, потому что она, в принципе, не может работать, потому что ее невозможно вот так вот разделить, вот так вот исторически сложилось, что эти куски в качестве политических дольщиков, то есть активных, а не номинальных акционеров этого предприятия под названием «Россия», они работать не могут. Соответственно, дальше, по какому пути, ну, я и многие остальные пытались идти, чтобы эту проблему решили. Мы говорили, что да, федерализация, она будет предполагать тогда изменение вот этой нарезки, которая нам досталась, по сути, с екатерининских времен, потому что так это не работает, и поэтому нужно создавать новые субъекты, более крупные, соответственно, более сопоставимые по своему потенциалу. И вот эти вот субъекты, они будут тогда реальными, эффективными дольщиками, которые могут быть активно действующими акционерами власти и выполнять вот эту вот функцию четвертого разделения властей, соответственно, четвертого дополнительного метода контроля бюрократии. Ну и как только мы это произносили, то есть это в теории, конечно, звучит просто классно. То есть вот нормально, то есть надо взять и преодолеть как бы этот барьер, набраться мужества и совершить такую революцию в России, отменить все существующие образования, нарезать новое, провести там выборы, сделать акционную реформу. Ну и как только ты это все произносишь и потом вот так вот с высоты птичьего полета оглядываешь в страну, ты понимаешь, что ты превращаешься в утописто. Ну потому что, условно говоря, опять из-за того, что часть этих образований, они не просто территориальные, они этно-территориальные. То есть попытка влезть туда, изменить их границы, соединить их с русскими регионами, иначе как бы невозможно. Пытаться как бы убрать местные сформированные элиты. Ну это в лучшем случае, то есть в лучшем случае это просто невыполнимо. В худшем случае такой сигнал к некой гражданской войне. То есть это можно, конечно, выполнить, если уже произойдет, что тоже не исключено, там катастрофа. То есть опять, я тут еще должен оговориться, то есть гражданская война, на мой взгляд, в России идет уже много лет, но она находится как вирус в инкубационном таком пока что периоде. То есть когда я говорю о гражданской войне, это значит, когда инкубационный период закончен, начнется открытая манифестация вируса гражданской войны. То есть тогда, конечно, уже будет все равно. Ну то есть это все выглядит очень-очень нерешаемой или вообще практически нерешаемой задачей. И возникает вопрос, ну а чего делать-то? То есть без вот этой вот централизации центральной власти мы ничего не достигнем, потому что она в любой момент всегда будет консолидироваться и рано или поздно убьет все, в том числе и самостоятельность самоуправления. А для того, чтобы ее децентрализовать, надо произвести здесь какую-то революцию на уровне государственно-территориального отделения, которую мы себе позволить не можем. И, собственно говоря, я, думаю, над этим пришел к странному выводу, что даже действие самой этой власти и вся историческая традиция России, она на самом деле подсказывает выход из этого положения. И выход из этого положения говорит о том, что федерализацию надо вводить в Россию методом наложения. что федерализация – это не вместо существующего территориального отделения и самоуправления его, а вместе с ним, что это дополнительный, пока не существующий еще новый сегмент политической жизни, а не замена того, что есть. То есть идея состоит в том, что, собственно говоря, куда двигалась уже эта власть, пытаясь воссоздать генерал-губернаторство, и которые выглядели, ну, как эти федеральные округа. Но эти федеральные округа – это чисто не политическое, а чисто административное образование. Это такая еще дополнительно пятая, там, и шестая колеса в системе государственного управления России, которая, на самом деле, абсолютно пока в холостую вертится, потому что у него нет политических функций, но оно как бы подсказывает идею. Оно подсказывает идею. То есть нужно разделить две вещи. Есть, и пусть продолжают существовать, вот те естественные территориальные образования, которые существуют. Эти территориальные образования должны заниматься делами совместной жизни, у них должны быть полномочия, эти полномочия должны быть в соответствующем образом закреплены. Это все понятно, и это отдельная тема, которой надо заниматься. Но помимо этого, помимо этого, страну необходимо разбить на 15-20 субъектов, в каждой из которых входит какое-то количество этих территориальных естественных образований. Это, условно говоря, такие вот аналоги нынешних федеральных округов или аналоги когдашних генерал-губернатор. Но только их как бы больше, они даже привязаны, продуманы к экономическим связям регионов, к культурным связям регионов. То есть таких, с моей точки зрения, должно быть 15-20. И главный принцип, в центре каждого из них должен быть мегаполис, миллионник, то есть некий урбанистический центр, который является, ну, скажем, точкой роста. Точкой роста и, соответственно, политическим центром для этих федеральных образований, федеральных образований новых. И вот эти вот федеральные образования, у них должны быть заложены, у них должны быть политические функции, которые должны быть направлены на то, чтобы и решать какие-то, скажем, субрегиональные вопросы. То есть, если это федеральный округ какой-то, там, восточной Сибири, то, соответственно, там для некоторого количества ныне существующих естественных федеральных образований там будут общие проблемы. То есть там там действительно должен быть свой какой-то субпарламент, который не избирает своя какая-то политическая субрегиональная жизнь. И вот эти вот образования, они должны быть представлены на федеральном уровне и быть вот этим дополнительным, дополнительным к существующему звеном управления государством российским с довольно мощными серьезными полномочиями. И вот когда я думал, вот куда всунуть вот это представительство на федеральном уровне вот этих вот федеральных образований, новых, вот эти 15 лиц федеральных образований, я думал, что тоже как бы жизнь потихоньку создает все нужные форматы и формы, потому что пока непонятно, для чего существующий просто такой как бы удобный совет мудрецов, который он основывается госсоветом, он может стать как раз чем-то вроде третьей палаты парламента. То есть в этом смысле для того, чтобы вот это встроить в систему федерализма наложенным методом, нужно прийти довольно странные идеи, когда в России существует нижняя палата парламента, Совет Федерации, в котором представлены нынешние регионы, с каким-то набором полномочий, но часть очень важных полномочий, которые связаны с войной и миром, с назначением там высших должностных лиц на силовой исток, то вот там куча еще других вопросов, должен быть вынесен вот в этот специфический орган госсовет, который должен формироваться либо из представителей вот этих вот образованных субъектов, избираемых в них, либо или глав этих субъектов, тут иногда избираемых только них, либо из них плюс из какого-то количества назначаемых там одной или двумя витами власти федеральные лица. То есть у нас появляется некая возможность повесить такой мощный противовес авантюризму центральной бюрократической власти, введя в строй и в жизнь целую новую политическую культуру, новое политическое и смирение, которого в России сегодня не существует. То есть создать методом наложения новое федеральное территориальное образование, которое не совпадает с естественным территориальным образованием, существующим сегодня, и не подменяет их. Эту систему этих регионов замкнуть на федеральном уровне, не на Совет Федерации, который должен существовать как форма взаимодействия ныне существующих этих субъектов и решать свои задачи, а замкнуть ее на Третью Палату, на Госсовет, который должен стать одним из наиболее мощных тормозов вот этих вот всех задвигов, которые у нас произошли в нашей политической и общественной жизни за последнее время, когда, скажем, мутация злокачественная одной небольшой элитарной команды, захватившей центральную власть в свое полное распоряжение, привела к тому, что у нас общество стало развиваться в тупиковом направлении, в результате мы выродилось в такой радикальный милитаризм со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот это как бы некое дополнение, которое я хотел бы сказать, что возможно вот движение к федерализму вот таким вот способом, методом наложения является одновременно движением демократии в России, тоже метод наложения определенным, и оно позволяет думать об этом не только в контексте реформы, которая может произойти только после того, как все существующее будет смятено каким-то социальным ядерным взрывом, но и в контексте того, что можно пытаться продвигаться в сторону этих реформ, но как бы не ставя такой взрыв условиям их успешности. То есть мы находимся в таком странном положении, когда, как я много раз говорил, мы, как ни странно, не должны бояться фантазировать. То есть положение на наш настолько плохое, настолько хуже губернаторского, простите, для Каламбора, что у нас другого пути, кроме как искать неординарных, никем особо не применявшихся способов и методов решения, у нас, извините, пожалуйста, другого способа, кроме как быть политическими левшами, не остается, потому что в таком формате, на такой территории, с наличием вот такого количества ядерного оружия и в условиях острого конфликта практически со всеми окружающими северационными платформами, вот эту вот задачу конверсии политической еще никто не решал, причем самостоятельно и без оккупации. поэтому, чтобы ее решить, нам негде не подглядеть, не подсмотреть, то есть принципы какие-то, законы понимать, знать, можно и нужно, но придется экспериментировать, это не институт общей физики, это институт экспериментальной физики будет, политической физики, здесь все придется очень много делать на глазок в ручном режиме и двигаясь от эмпирики. Ну вот, собственно, все. Похоже, но только с той разницей, что он институциализированное политбюро. В политбюро люди, кстати, тоже не просто так сидели, они представляли хороший вопрос, потому что я об этом думал, не поверишь, вопрос не является для меня неожиданным. В политбюро люди тоже представляли не самих себя, а в конечном счете представляли определенные кланы. Они представляли себя кланы внутрепартийные, которые, в свою очередь, силу специфического положения партии в этом обществе, но отражало и какую-то клановость за пределами даже партии. Территориальные кланы. Да, в том числе, кстати, были и территориальные кланы, если уж на то пошло, там разные. Да, вопрос же состоит в том, что это все надо выдернуть в открытую, сделать прозрачным и институциональным. То есть, это институционализированное политбюро, где вот все то, что делалось под ковром, должно делаться на ковре. То есть, в этой ситуации, да, это должно быть компактное образование, где каждый представитель, он тяжеловес. То есть, там каждый тяжеловес, потому что за ним ресурс. Но именно потому, что он тяжеловес и за ним ресурс, он является сдерживающей силой. Я смею уверить, что если бы такой орган с такими тяжеловесами существовал, то сваливание в то, что мы выступаем легально, обязаны называть СВО, просто не произошло бы. Даже при Путине, даже при Ковальчуке, даже при Комкорда. Потому что мы знаем настроение элит, мы знаем настроение региональных элит, и если бы у них было такое представительство, оно бы сработало как турмаз. Его не было, поэтому никакого турмаза не сработало. Тогда я дополню этот вопрос двумя одним лозунгом и одним словом. Прямо с другой стороны. Вся власть Советом и мир и так раз. Прошу просто отнестись к таким. Я сейчас, честно говоря, тогда должен задать вопрос, потому что вся власть Советом, ну, это немного другое, конечно, потому что вся власть Советом, это как раз там к тем ошибкам, которые я говорил, которые нам достались от Ленина, вот это вот непосредственно демократия, как высшая форма демократия, взялась Советом это то, к чему мы, естественно, путем придем сейчас при Путине, вот та как бы последняя добивающая конституционная контрреформа, которую мы видим сейчас, начинает раскручиваться, она, собственно говоря, сейчас спародирует в России Швейцарию и ведет в России референдум как ежедневную процедуру, которую будут добивать остатки приличий в ежедневном режиме. Референдум по осуждению таких, как Беркович, там референдум, потому, и везде будут абсолютно «за». То есть, я здесь все-таки не про власть Совета как форму непосредственной демократии, а прямо противоположную. Я просто назвал совпадение терминов «госсовет». Его можно назвать было как угодно, просто «госсовет» уже есть. Я вообще в жизни сторонник политической экономности. То есть, везде, где можно использовать наметив, все тренды, наметившиеся какие-то структурные линии, я пытаюсь их использовать, потому, что я не считаю нужным, и так много чего изобретается, не считаю нужным избыточно изобретать. То есть, у нас уже намечено, может быть, не из лучших соображений, некая конституционная тенденция по выделению этого госсовета как некого конституционного органа. При этом, пока он выделяется именно в режиме пятого колеса в телегии государственного управления России. Есть возможность просто поставить его на место. четвертого колеса фиберализма, которого у нас не было. А назвать можно как угодно. То есть, идея как раз состоит в укреплении элитарности и в укреплении представительской демократии. То есть, если ориентироваться на спорную, тем не менее, как бы знаковую фигуру Карла Шмидта, то в общем и целом основной путь, которым должна укрепляться демократия, это укрепление представительной демократии. И то, что я имею в виду, это как раз вся власть представительной демократии, но представительной и в том числе в контексте формирования нового типа представительства от субрегиональных структур, которые предстоит создать с наделением их серьезными полномочиями по контролю центральной власти изнутри. То есть, по предоставлению как бы им таких вот блокирующих пакетов политических акций. Это вот, что касается власти Совета, а что касается второго, я не совсем понял. меритократия, поясни, что ты имеешь в виду, если можно. Это власть достойных, власть тех, кто... Слушай, это... И партийный, в принципе, я... Делегируют лучших, эти лучшие участвуют в управлении вертикали вот партийной власти. Слушай, ты понимаешь, я абсолютно законченный циник в части веры в то, что лучшие имеют какие-то шансы в политической жизни. Говорится, лучшие, худшие, какие есть. То есть, вопрос, в том, будут ли там люди, которые пройдут через это горнело лучшими или худшими, это там большой для меня вопрос. Я думаю, что это задается общим уровнем нравственности, культуры в обществе, а не институтами. Вопрос для меня важен в том, что там будет... будут представлены сильные и представлены таким образом, что они не могут выстроиться в иерархию. то есть, вот это момент важный. То есть, люди, которые при такой системе попадут в эту, скажем, третью палату, обладающую серьезным блокирующим потенциалом, скажем так, с моей точки зрения, ее функции должны быть ограничены, но очень мощные. То есть, эти функции должны касаться согласования позиций по кадровой политике высшей бюрократии, вот самых таких чувствительных, силовые структуры, это вопросы войны, там, и мира. Ну, то есть, вот это, это какие-то вот должны быть на самом деле очень узкие, очень узкие, но жизненно важные темы, где право на витирование принадлежит людям, представляющим большой регион и людям, которые обладают высокой степенью легитимности, то есть, в моем понимании, эти люди должны быть выбраны напрямую в этом субрегионе. Ну, или какой-то другой, у них должна быть достаточно высокая степень там легитимности, чтобы они могли сказать, что я не Пупкин, непонятно, откуда взявшись и непонятно, кем сюда направленный, а я представляю вот по таким-то и по таким-то причинам здесь вот столько-то, десятком регионам человек, и поэтому не тварь дрожащая, а право иметь. Будут ли эти люди в больше или меньшей степени наделены христианскими добродетелями, я сказать не могу, это можно только желать, то есть, будут ли они достойными, то есть, они должны быть представительными, и таким образом они должны создавать серьезный противовес авантюризму отдельной группы. Мы являемся свидетелем того, к чему может привести 20 лет безнаказанного авантюризма, несбалансированно, не сдержанно критическим разумом, интересами других. То есть, мы являемся свидетелями такой хорошей, рукотворной, на пустом месте цивилизационной катастрофы, связанной с отсутствием конкуренции и сдерживающих механизмов. Вывод, который мы должны сделать из этих 20 лет, о том, что стабильное развитие без вот этих вот сдерживающих гирь, оно в дальнейшем невозможно. Поэтому то, что эти люди будут представительны для меня, даже важнее, чем они будут достойны или недостойны, за этим мы проследить не сможем. Гражданская война это такой политический кушетинг для России, потому что он как бы есть все время и как бы его нет. И поэтому надо понять вообще а как это. потому что идет гражданская война. Где? 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 ведь белых нету, красных нету, нет Дона, нет Питера, но чего вы говорите вообще? и это надо объяснить. У меня дискуссия возникла как это не парадоксально именно в семье с Юлией, потому что человек простой говорит, слушай, гражданская война, гражданская война, но еще не рубят шашками на Красной площади. И соответственно вот в этой дискуссии такое понимание того, что гражданская война в России это герпес, то есть это скрытый вирус. Он отравляет жизнь, но при этом он существует как бы в разных форматах, то есть есть такой инкубационный период, он присутствует в жизни, но при этом это не приходит бояться. Даже другая медицинская аналогия, то есть мы знаем, что есть собственно ВИЧ инфицированный, но которые инфицированы, но при этом не развивается СПИД как болезнь. То есть какое-то время человек может ходить с вирусом, но при этом он не манифестирует, как говорят врачи, то есть не развивается в такую острую форму, дальше которая начинается уже отказ органов на все остальное. А вот по аналогии тоже сказать, что Россия, к сожалению, живет с вирусом гражданской войны, который неубиваем оказался, потому что убить вирус гражданской войны можно только если начинает формироваться структура гражданского общества, то есть структура кооперации. Если структура гражданского общества не формируется, то общество находится в атомизированном состоянии, об этом много Юдин говорит, и собственно атомизированное состояние это и есть нормальное состояние скрытой гражданской войны. В любой момент переохлощение, переутепление, ну вот любой момент война может случиться, например, могут создаться условия для активации этого вируса и начала его манифестации в форме уже открытой гражданской войны. Вот случилась гражданская война. Нет, она не случилась, она проявилась. Вот сейчас Россия находится вот в той пограничной зоне очень опасной, в которой вот этот находящийся в таком инкубационном периоде вирус гражданской войны как раз в таких условиях легко переходит в стадию открытой болезни. перейдет нет, сказать нельзя, но это именно те сейчас условия, когда это обычно происходит. вирус но вирус 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 Продолжение следует...